В редакцию нашего телеканала обратились жители посёлка Затверечье, что в Заволжском районе Твери. Большие неудобства горожанам доставляет состояние транспортной инфраструктуры в том месте, где они проживают. Речь идёт об отсутствии тротуаров, неверном, по мнению горожан, расположении лежачего полицейского и забитых водосточных канавах. Съёмочная группа Тверского проспекта выслушала все претензии горожан в адрес городских властей. Посёлок Затверечье – один из крупнейших жилых массивов с частной застройки в Заволжском районе Твери. Через него проходит ряд важных транспортных артерий города, в их числе и Третьяковский переулок. Не так давно здесь был проведён масштабный ремонт дорожного покрытия. Ждали этого, рассказывают местные жители, они долго. Однако конечным результатом остались неудовлетворены. Интересы жителей были не учтены совершенно. Пешеходные переходы не были сделаны, нормально оборудованы. Значит, тротуаров нет. Тротуаров нет уже давно. С коляской до магазина дойти практически невозможно. Ребёнок не может дойти в школу. То есть это просто невозможно для того, чтобы, допустим, ребёнок пошёл до школы, он должен идти куда-то вглубь посёлка и там перемещаться. Отметим, что формально тротуары на Третьяковском переулке есть. Однако некоторые из них заросли густой растительностью, другие подмыты сточными водами, а третьи в пасмурную погоду превращаются в непроходимое болото с грязью и лужами. Из-за этого горожане порой вынуждены передвигаться по краю проезжей части, рискуя угодить в ДТП. В то же время, чтобы количество дорожно-транспортных происшествий на этом участке снизилось, после ремонта асфальтового покрытия здесь был оборудован лежачий полицейский. Но и этим жители посёлка оказались недовольны. Теперь фуры с грузом, со всем своим весом, ночью грохочут на этих, значит, неровностях. Дрожат дома, дрожат стены, трескаются. Проседают фундаменты. Дома, посмотрите, ветхие многие. Но и это ещё не всё. Большие претензии у горожан к состоянию водосточных канав в их посёлке. Какие-то из них засорены продуктами жизнедеятельности, а какие-то просто засыпаны песком. В результате этого, рассказывают местные жители, в подвалах их домов постоянно стоит вода. Вот у нас, как правильно говорят, на болоте мы живём. Мы и живём на болоте. У нас вообще ничего. У нас вот бабушки живут, ей вот 90 лет. У неё свалили сливы, там это вишни, чтобы знаки поставить. И никто не убрал. Она одна. Словом, поводов для недовольства у жителей посёлка Затверечье много. Однако не все они, поясняет эксперт строительной отрасли Александр Ключков объективное. Так специалист поясняет, что к обустройству тротуаров городским властям действительно стоило было подойти чуть более ответственно. Однако оборудование лежачего полицейского происходило исключительно из соображений дорожно-транспортной безопасности. Другое дело, что профильным структурам, наверное, стоило бы подумать о перенаправлении транспортных потоков, чтобы многотонные машины не курсировали через частный сектор. А вот в забитых водосточных канавах, резюмирует Александр Ключков, отчасти виноваты и сами горожане. Власти за ливнестоками в городе не следят, особенно в частных застройках города. Это первое. Второе – это вина жителей. Все привыкли жить в цивилизации, отстойников, мини-очистных своих никто не строит. Еще вот частные коттеджи большие, которые настроены. Вот это все в канаву, которая течет, эти мыльные отходы по стиральных машинам, жировые пятна забивать. До такого состояния, что и так мгновенно быстро, что просто властям, я думаю, что будет и не справиться со всем этим потоком. Иными словами, местные жители должны взять инициативу в свои руки, ведь привести водосточные канавы в порядок можно и собственными силами. В конце концов, этим занимаются частные предприятия за небольшую цену. Тем не менее, все жалобы, которые были услышаны нашей съемочной группой, мы сформировали в официальный запрос и направили в администрацию Твери. О том, какой ответ мы получили, расскажем в следующих выпусках новостей. Субтитры создавал DimaTorzok